У меня аллергия на козу. А как может быть на кисть аллергия? Пальцами возьму, вы покрасите. Можете выглазить, что вы снимаете? А зачем вы трогаете мои вещи? Вы где работаете? Вы опомнитесь в конце-то концу? Вы работаете в темную или каким образом? Всем привет, друзья! Меня зовут Ники Макалин. И сегодня я иду в салон красоты, где вечерний макияж стоит 3500 рублей. Прошлый выпуск из обычного салона, не премиум и не люксегмента, вам очень понравился. Поэтому сегодня я иду в салон красоты, где вечерний макияж стоит также 3500 рублей. У меня не спросили, будут ли накладные реснички и вообще включены ли они в стоимость. Не уточняли, какой макияж я хочу. То есть вечерний макияж сегодня планируем делать. Поэтому если вам нравятся такие выпуски, обязательно ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. И обязательно под этим видео напишите в комментариях, какие вы любите выпуски. Где идет проверка премиум салонов красоты или где идет проверка обычных салонов красоты. Ну а я погнала на макияж. Здравствуйте. Бахилу надевать? Нет, конечно. Макияж, да? Да. Стрелочки хочется. Плотный тон. Сейчас я вам покажу фотографию приблизительно. Губы такие более спокойные. Ну такие, знаете, пыльно. Так и делаем. Прям так. А что именно? Ну я имею ввиду тени, все ярко, все делаем. А ярко только вот здесь кирпичный такой оттенок, а что-то не хочется сегодня кирпичный. Вот я поэтому и спрашиваю. Вы мне просто сказали только стрелочку. Вот стрелочка, тени-то добавляем или просто стрелочка у нас? Нет, тени добавим, просто возможно другого цвета. Ну такие нейтральные, может быть, бежевые, коричневые. Ну их не будет так видно. Ну сразу говорю. Тогда оставляем так. То есть хочется вот так, ярко, чтобы было. Вот только насчет ресничек, а у вас они есть? Да, ну не ресницы, пучки у меня. Ну здесь тоже пучки. А вы можете, кстати, сфотографировать, чтобы этот макияж. А зачем мне? Мне фотографировать вот этот? Да. А зачем? Я все запомнила, тут черный мы обводим, как бы здесь. Ну посмотрим. Ну у вас что будет? У вас фотосессия какая-то или у вас мероприятие? Мероприятие. На счет ресниц, вот я не уверена, они у вас, мне не сказали, идут стоимость? У меня потому что ламинирование, вот думаю, целесообразно, нет? Сейчас посмотрим, почему, потому что ламинирование, они же подкрученные. И когда эти клеш, они как бы немножко по-другому смотрятся. Поснимаю? Хорошо. Вот я переживаю просто за реснички. Обычно, если, допустим, наклеили, а потом толстый клей, потом не хочется их раздирать вместе со своими. Тогда, ну, тогда давайте просто отдельно тушью прокрасить, где и все. Ну либо просто на уголки, да? Да. Все выкидываете? Да, нет. А вам тут для каких целей? Для своих. Ну, вообще не очень удобно просто работать. А я не мешаю же вам таким образом. Хотела пережать все. Еще такой момент. У меня аллергия на козу. На какую козу? На натуральную. В смысле на ворс? Угу. И? На кисти вы имеете в виду? Ну, в целом, да. И? Ну, как бы я не понимаю сейчас. На СИИ, что у меня? Я не знаю, там, где у меня кисти, где коза, где не коза. Не знаете? Не. Ну, я заранее предупреждаю, потому что у меня уже был момент, когда у меня прям в процессе началась реакция аллергическая. А я сейчас без таблеток, поэтому это может быть опасно для здоровья. Я просто не знаю, где у меня коза, где не коза, а кисти, когда я у него. Есть, есть, я уже не запоминаю, когда я покупала, где какая коза, а что не коза. А как может быть на кисти аллергия, на козу? Ну, аллергия может быть на все, что угодно, даже на воздух аллергия. Это понятно, может на средства, может быть на какое-то средство было, а не на козу у вас? Нет, именно на козу, потому что уже неоднократно. То есть, если бы это было совпадение, то это одно, а это неоднократно уж так было. Слушайте, ну я не знаю, какая у меня кисть, где коза, где не коза. Пальцами я вас могу покрасить. Ну, вы разбираетесь в кисти, где коза, где не коза? Нет, я думала, что вы разбираетесь. Я разбираюсь как бы в своих кистях, но я не знаю, где у меня коза, где не коза. Ну, я не знаю тоже, где коза, где не коза. нет если я допустим вижу там что что-то какой-то этот либо куда-то прихожу например я говорю что у меня аллергия там на орехи мне не кладут просто орехи я поняла но я не знаю как я не помню где у меня есть когда длинный коза то есть ваши кисти давно покупались и где какая коза не знаю что красимся или нет ну красимся ну а что ну я спрашиваю что я не знаю ну как бы я не могу сказать где у меня коза где у меня не коза я сразу говорю ну не знаю я первый раз таким сталкиваюсь у меня уже несколько раз было то есть визажист сам знает свои инструменты и сам говорит допустим я говорю вам что я не знаю где у меня там коза где у меня не коза все вы мне просто сейчас прям в лоб когда вы записывались почему вы не говорите заранее что у вас аллергия например на тот и на тот а вы садитесь по факту мне сейчас говорить что у вас аллергия на кисти коза мне сейчас вот у меня например все коза мне сейчас что бросить сделать побежать купить не козу или что я вот о чем то вы когда записываетесь визажист может работать только на козе а может на разных частях работать тут тоже как от визажиста зависит. Вы мне сейчас перед фактом ставите, что у вас аллергия на коза. Я говорю, а я не знаю, что у меня коза, что не коза. Вот и все. Ну, у меня, допустим, также может быть аллергия на глицерин, который содержится, к примеру, в средстве, которое вы мне наносили первым. Хорошо, давайте не будем краситься тогда. Нет, мы будем краситься. Я просто вас поставила в известность, что у меня аллергия. Мне сейчас что сделать? Напречься и бояться, что сейчас будет аллергия, или что? Я тоже не знаю, как из такой ситуации вам выходить. Я просто отказываюсь воскрасить все, потому что я не знаю, на что у вас может быть аллергия, но я не хочу. Нет, я же вам сказала, что у меня конкретно аллергия на кисти. Вы говорите, что я в этом должна выходить из этой ситуации. Почему я должна выходить из этой ситуации? Я вам говорю сейчас откровенно, что я не знаю, где мне оказать, где мне оказать. Не знаю, пригласим тогда администратора каким-то образом, потому что у меня ничего не уточняли, что вы работаете, допустим, на каких-то определенных кистях. Подождите, а вы, если вы знаете, что у вас аллергия, вы когда записываетесь, почему вы не просите и не говорите об этом? Вот, например, у кого брови ходят красить, она знает, что у нее аллергия, например, на хну. Она когда записывается, говорит, что у меня аллергия на хну, можно ли у меня краской, если у вас есть наличие краски? Ее окрашивают краской. А вы по факту записались, не уточнив ничего о своих как бы моментах. Это ваше. Я не могу знать, какая у вас аллергия, на что. Так я поэтому и поставила вас в курс, чтобы вы уже сели мне говорить. А у меня, например, ворс только коза. У меня больше нет ничего. А зачем вы трогаете мой телефон? А зачем вы записываете все, что я говорю? Я не буду с вами работать. Так я вас просто поставила в курс, что у меня аллергия наказываю. Я не буду с вами работать. А вы трогайте мой телефон. А не надо записывать. Я не разрешала вам себя записывать. Нет, подождите, я вас просила. Я поснимаю, вы сказали, снимайте. Поснимаю? Хорошо. Вы сейчас записываете все полностью. Я вам что, макияж сейчас сделала? Что извините, я не буду с вами работать. А по какой причине? Потому что у меня аллергия на кисти? Девушка, я не хочу с вами работать, прошу прощения. Вы мне причину назовите. Абсолютно все сейчас, 90% населения есть у них аллергия на что-либо. У кого-то пищевая, у кого-то сезонная, у кого-то на какие-то предметы, на пыль. Это абсолютно нормально. Девушка, вы мне сейчас ставите, это перепактно. Вы можете выглашить, что вы снимаете? А зачем вы трогаете мои вещи? А зачем вы снимаете? Все хорошо, всего доброго. Пригласите тогда администратора. Кать, подойди, пожалуйста. Подскажите, я не знаю, что здесь происходит, вообще девушка откуда и зачем она все это делает. Ну, как оказалось, я не зря записываю, потому что вы трогаете мой телефон, мою имущество. А зачем вы снимаете? Я пришла сделать макияж. Ну, а вы что, агент какой-то? Зачем вы весь разговор снимаете? Что за прикол вообще? Я не буду так работать. Мне это не нужно. Я что, в шоу попала, что ли? Вы пришли на визаж, вы делаете визаж. Вы что, снимаете? Так, я вас просто поставила в курс, что у меня аллергия на ворс из козы. Понимаешь, что специально говорится и записывается. Что именно специально? У меня вся запись есть. У вас есть таблетка, таблетки? Я поэтому и поставила мастера в курс, что сейчас у меня такой период, когда я нахожусь без таблеток по состоянию здоровья. Не использовать кисти из козы. Все! этими все решается. Мастер сказала, кто она не в курсе. Ну, как мастер может быть не в курсе? У меня все кисти коза, девушка! Нет, как вы можете быть Не в курсе? Я сейчас говорю вот серьезно, теперь без шуток, что у меня все кисти коза. Как вы можете быть не в курсе, какие кисти у вас? Я вам сейчас повторяю, я пошутила сейчас, говорю, что у меня все кисти коза что мне сейчас делать пальцами могу вас накрасить хотите тоже шикарно получается давайте если вы умеете девушка извините нет вы можете накрасить теми инструментами которыми вы считаете нужными но не использовал при этом кисти из козы вот и все все кисти коза я же вам говорю ну вы же предложили альтернативу правильно вы также можете сделать макияж другими инструментами допустим не отвечает за результат нет вы же сказали также шикарно получится до этого а вы не можете ничего сделать а по каким причинам то есть вы не можете клиенту отказать в услуги просто потому что у клиента аллергия на ворсу если вас не перестраховывать чтобы меня потом не было вопросов я не отвечала ни за что уже говорить это мои будут проблемы я сейчас говорю я не хочу никаких проблем чтобы избежали вы каких-либо последствий в работе и неприятных моментов я вас поставила в курс то есть я тем самым поставила вас курс чтобы вы знали решение что извините я не хочу попадать такую ситуацию что у вас будет аллергия я отказываюсь с вами работать потому что вы знаете что у вас аллергия и у вас нет с собой препаратов который бы вас после ответа то есть вы сейчас ответственность перекладываете на меня мне бы этого нет ответственность за работу за результат лежит на вас а для того чтобы вы не попали в ту ситуацию в чем вы не виноваты я вас как раз таки поставила в курс таблеток кисти у меня ворс на которую вас аллергия как мы решим этот вопрос обычно визажисты решают этот вопрос используя синтетические допустим кисти обычно когда клиент знает не так клиент не обязан не ставить не в курс ни о чем я не обязана отвечать за вашу аллергию так что всего доброго вы не будете за нее отвечать вы мне макияж сделаете и все каком плане все вы понимаете что это салон вы не можете просто хочу не хочу почему я не могу где написано что я не могу а вы как работаете где написано что я не могу скажите вы без договора работаете что вы записываете смотришь трясется или нет но вы работаете где в салоне салон красоты который работает по графику работы не трогать пожалуйста материном нет по какой просто причине вы мне объясните сейчас происходит данная ситуация то есть вы не можете просто взять и отказать не в услуги понимаете потому что вы салон красоты вы работаете по графику работы вы берете с клиентов деньги за услуги с меня ничего мы не должны были брать то что мне услугу вы не оказывали вы считаете по-вашему это адекватное поведение мастера и в целом ваши то есть вы не можете урегулировать что им что вы не предупредили во первых предупреждать это обязанность администратора как минимум а при оказании услуг всегда ставится в курс что если у вас есть аллергия на что-то пожалуйста предупредить если есть аллергия на какой-либо компоненты вы об этом знаете пожалуйста предупредить и по какой причине визажист имеет право трогать уже все обговорили имеет право трогать не ваш не наше время пожалуйста давайте если откровенно поговорить вы не имеете права просто взять и клиенту отказать услуги просто потому что у него аллергия а который он заранее заблаговременно сообщил вы понимаете что если бы я сама не сказала бы визажист бы у меня даже не спросила это это мои проблемы это да это мое здоровье именно поэтому я предупредила изначально визажиста что кисти которые содержат себе ворс из козы скорее всего использовать макияжа не нужно на что визажист мне что ответил а я не знаю какие кисти у меня из козы а какие нет я их покупала так давно что я не помню какие есть у меня из чего у меня корректно записывайте свои видео хорошо понимаете то есть визажист он даже не знаю какие у него такие у него инструменты будьте добры пожалуйста мне книгу жалоб вашу и соедините меня пожалуйста с руководством соедините пожалуйста у меня и что то есть это ваш ответ и передать им ваш номер телефона будьте добры соедините меня либо книгу жалоб мне пожалуйста книгу жалоб и предложение и я бы тогда оставила бы вам предложение поработать немножечко почему листочек чтобы вы написали свои пожелания нет какой листочек мне нужен документ куда бы я оставила свое предложение какой листочек вы где работаете вы опомнитесь в конце-то концом что зашел здесь что происходит вы где работаете у вас нет никаких документов у вас нет уголка потребителя у вас нет вообще понятия о том в чем вы можете отказывать клиенту услуги из-за чего а где книга жал по какой причине но сайт это лично ваше что значит современный вы поймите что время современное несовременное законодательство для всех одно таким образом мы можем решить данную ситуацию я могу убедиться что действительно мое предложение дошло до руководства в течение какого времени это будет обработано когда будет обратная связь вот видите для того чтобы вы могли сказать по законодательству существует книга жалоб для того чтобы были какие-то определенные сроки для того чтобы вы могли рассмотреть ту жалобу либо предложение которое оставляет вам посетитель потребитель клиент потому что я пришла не к вам домой на кухню делать макияж услугу получать вы работаете по графику вы принимаете клиенту либо вы работаете без договора без ничего а что вы там шептича что я записываю что что именно но действительно для меня на самом деле это неадекватное поведение потому что вот представьте вы приходите куда-либо получить услугу законом это написано что вы не вправе вы мне покажите где написано что вы имеете право отказывать нет я как потребитель ничего не обязана делать для того что меня без разницы в каких остается выбор за компаний предоставляет услугу клиенту или нет в любом но вы не учили один маленький момент вы работаете в салоне красоты они у себя на кухне салон красоты работает по каким правилам по каким законам не расскажите нет я не должна вам рассказывать и потребитель вам не должен объяснять а какой закон вам говорит о том что вы имеете право отказать клиенту услуги если у него аллергия на какой-то компонент потому что я не хочу брать ответственность на себя вот так вы и не должны ее брать препаратов чтобы если вдруг возникнет у вас на какой-то из таким образом вы не можете не брать допустим клиентов у которых прыщ выскочил на лице просто потому что вы не хотите а какая разница а вы видели что но если вы знаете что такое аллергия тогда вы должны знать из чего состоят ваши кисти просто на вашу ответочку такой юмор вы понимаете что вы не можете просто взять и клиенту отказать в услуге хорошо а где ваша книга жалов я ваша книга жалов никак не мои почему вы скидываете сейчас ответственность на меня я не хочу брать ответственность за вашу аллергия у вас может быть сейчас будет аллергия не на борс я буду другими кистями работать на какой-то другой препарат где что-то содержится что-то другое нет если вы что-то содержало что-то другое поверьте мне я бы вам сказала что у меня еще аллергия и на это и на донина вот это вы аллергетик поэтому я вам отказываю я вам объясняю еще раз чтобы аллергию и вы считаете это нормально вы считаете это нормально вот такое вот поведение клиент сообщил о том что у него аллергия на ворс из козы вот и все и таким образом визажист ведет себя она нападает на мой телефон у вас нет никаких книг жалок вы мне предлагаете какой-то листочек ваше начальство на отдыхе вы работаете вообще просто в темную или каким образом это все происходит ну вы же сейчас мне сказали что вы современная компания у вас есть сайт но это не освобождает вас от того что у вас должна быть книга жалобы предложений куда я бы сейчас написал вы свое предложение и тогда бы это было бы точно принято к рассмотрению они так что вы оставили мой номер телефона и что дальше вот когда кто-то сочтет нужным так не работает понимаете отказ вы можете мне написать но я так понимаю вы абсолютно ну вот видите на ваши слова какой отказ вы даже не понимаете что такое отказ ну как можно так вот просто в ответ смеяться клиенту что зачем это делать что именно я пришла получить услугу и как видите я не зря включила камеру потому что получилось так что получилось чтобы защитить свои права чтобы зафиксировать правонарушения это просто не неизбежно иначе бы вы точно таким же образом сказали вас не было извините точно так же как у вас нет книги жалобы предложений я у вас просила течение какого времени будет рассмотрена это вы сейчас придумали правильно на ходу как я могу убедиться в этом номер телефона ваш у нас есть и какой-то даст результат и такое решение ситуации так я и пыталась оставить заявку вы это поняли тетрадку какую-то пускай запишут все руководство вам перезвонит когда вернется и вы просто сейчас нет в городе руководства но я уже поняла что ваше руководство оно находится на отдыхе к это понимаете вот этот листочек вот что он даст обязательно передадут что даже затем решать со мной вопросы не берешь вот так вот выглядит нынче книга жалоб и предложений листочек и ручка так что друзья вот так вот выглядит салон друзья сегодня макияж с вами обсудить не получится потому что его собственно и нет тем не менее сразу возникает вопрос почему профессиональный визажист не может отличить где в его кейсе натуральные кисти а где синтетически сразу возникает вопрос еще один далее а действительно ли это профессиональный визажист потому что профессиональный визажист должен понимать а самое главное знать чем он работает как это все работает и как отличается как минимум кисти натуральные от синтетических потому что это такая база всех баз что без этого в принципе невозможно мне кажется работать визажистом это все равно что не знать что такое румяна а что такое тональный крем и тут же сразу возникает третий вопрос как вообще таких мастеров допускают на работу каким образом проводят собеседование владельца салонов чтобы взять на работу такого некомпетентного сотрудника потому что приходя в салон красоты не кому-то на кухню еще раз на минуточку а именно в салон красоты мы подозреваем и надеемся что нам окажут услугу профессионалы которые действительно знают свое дело как минимум могут знать чем они работают знать свой кейс наизусть мне кажется это обязанность любого профессионала не обязательно знать состав там допустим румян полностью но примеру понимать какими кистями ты работаешь что ты мажешь клиенту на лицо что там содержится мне кажется любой профессионал своего дела это должен знать эта база то есть без этого никаким образом нельзя даже приступать к работе с людьми если ты не знаешь чем отличаются кисти между собой для чего каждая кисть предназначена еще и говорить о том что они у меня так давно куплены ну да действительно по кейсу было видно конечно же что они не новые но никто и не требует новые кисти покупать если они действительно хорошие если они давно куплены и ты в них уверен то в любом случае ты знаешь из чего у тебя кисти тем не менее мы наблюдаем ситуацию когда приходишь в салон а визажист даже не знает чем кисти могут отличаться друг от друга это первый момент второй момент что самое интересно знаете это то что визажист почему-то позволила себе трогать мои вещи она подошла взяла телефон остановила съемку потом она пыталась телефон у меня из руки выхватить я естественно соблюдала самообладание я не ругалась я не поднимала тон я пыталась узнать вообще мотивацию сотрудников почему они себя так ведут потому что к ним пришел клиент на макияж единственное что было у клиента аллергия на кисти из козы как этот вопрос решается все профессиональные визажисты решают это одним способом так как они знают какие кисти в их кейсе они просто убирают кисти из козы используя другие кисти то есть любой профессиональный визажист знает как решить эту ситуацию это не та ситуация когда на какой-то определенный непонятный компонент там и так далее который нельзя не вытащить не заменить никаким образом это абсолютно не так то есть клиент наоборот даже сказал как бы поставил в курс чтобы не возникло каких-то неудобных ситуаций для персонала салона но тем не менее как мы видим это воспринимается в штыки и вот на этом этапе знаете я пришла к выводу что большинство предпринимателей большинство бизнесменов как раз таки терпят крах из-за вот таких работников которые воруют время не только у клиентов этого салона но и у своих работодателей представьте да вы открываете свой бизнес допустим салон красоты на сегодняшнем примере вы вкладываетесь в рекламу к вам приходят клиенты а там работает подобный визажист который просто не в состоянии совладать с собой естественно я там не ругалась потому что моя цель изначально не ругаться какой привет такой ответ и у меня никогда нет знаете изначально скажем так плохого отношения к кому-либо когда я неважно прихожу за какой-то услугой то есть я всегда иду с надеждой что мне услуга окажут классно потому что принципе за этим мы идем профессионал это значит вы вкладываетесь в рекламу стараетесь налаживаете свой бизнес а такой работник просто ворует у вас время и деньги еще и распугивать всех клиентов и тем самым еще и наносят урон по репутации это просто недопустимо администратор естественно ничего сделать не может потому что администратор просто но не понимает что такое уголок потребителя она не понимает зачем нужна книга жалоб она дает мне какой-то листочек она не понимает что такое вообще отказ они почему-то живут в какой-то своей как администратор сказал современной реальности где не существует ни законов никаких то правил как минимум прошу заметить что вообще ни единого слова не оскорбление не с моих уст вообще не звучало даже в какой-то момент мне показалось что визажист неадекватно когда она начала трогать мои вещи мой телефон очень хорошо что она его не разбила в конце концов потому что трогать чужие вещи наносить какой-то урон это ущерб и так делать нельзя то есть любом случае нельзя я же не прихожу в салон не разбиваю все подряд только потому что у меня там нет настроения я же не разбила там их витрину зеркало и вот это вот все то есть она что на любого клиента который ей не понравился которую которую там прыщ условно говоря на лбу вскочил она может просто взять и вещи его попортить тоже нет согласитесь я даже отошла подальше и такая думаю да вот как объяснить людям что они не могут себя вести подобным образом я действительно хотела взять телефон и созвониться с владельцем данного салона и уж поверьте мне не для того чтобы сказать какой там вы плохой салон и так далее а чтобы искренне дать ему какой-то свой совет который возможно он и не там еще нужно посмотреть конечно какой там собственник салон но тем не менее чтобы он хотя бы понимал что творится в его салоне когда он находится на отдыхе то есть когда человек на отдыхе он наверное надеется что он оставил свой бизнес на действительно доверенных людей вот жалко что нет при собеседовании вообще при приеме на работу такого правила что нужно еще и проверять на ну вы поняли на что если бы я не записывал действительно этот человек может так газлайтить я просто в шоке как сотрудники салона могут газлайтить сначала они сказали причем обе что да 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 а потом такие нет 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 я не знаю из чего у меня там кисти а потом они у меня все из козы а потом нам снова я не знаю из чего у меня кисти и вот это вот все ну то есть это очень странное поведение когда человек сначала стоит на одном потом он резко меняет свое мнение знаете есть очень много таких предприятий как тайный покупатель то есть для бизнесов бизнесов это очень классный инструмент для того чтобы своих работников проверять на вот такую вот адекватность и действительно ли хорошо они обслуживают клиентов потому что когда ты собственник бизнеса ты стараешься а потом твои вот такие работники воруют у тебя и время и деньги потому что они скорее всего работают мимо кассы у них нет терминала то есть при записи я уточняла можно ли оплатить по карте только наличными то есть это означает что все идет мимо кассы это первый момент и второй момент что они таким образом просто разгоняют те клиентов которые приходят то есть создавая такую негативную скажем так репутацию для бизнеса это вообще шок конечно полнейший напишите внизу в комментариях если у вас есть свой бизнес то каким образом вы проверяете скажем так своих работников и стимулируете их может быть мотивируете чтобы они вели себя адекватно это как минимум и второе если вы как клиент пришли в какой-то салон красоты либо в какое-то другое место чтобы получить услугу и столкнулись вот с этим когда вам просто отказали потому что ну не знаю вы не понравились там или еще что потому что давайте скажем честно откровенно нет такого хорошая там девочка милая вежливая извините меня все мы милые вежливые это как бы всегда должно быть базово будет интересно почитать еще такой следующий момент почему я не стала с ними дали ругаться потому что салон находится в таком знаете месте откуда просто так не уйти вот это первый момент и второй момент бессмысленно если люди не понимают что такое отказ для чего вообще существуют законы живут в каком-то своем современном мире со своими сайтами то это уже бесполезно делать а для чего это видео я сегодня выкладываю это для того чтобы вы понимали и знали какие ситуации могут возникнуть чтобы вы слепо не надеялись на профессионалов каких-то там на а то что он сделает хорошо то есть все равно приходится где-то что-то контролировать потому что как вы видите нарваться на недобросовестных профи в своем деле очень легко написали значит сообщение вот такой вот салон а я не понимаю просто для чего это нужно было писать вслед еще и сообщение то есть вы сами понимаете что номер телефона просили сотрудницы данного салона уж точно не для того чтобы передать руководству и как-то провести работу над ошибками а только лишь для того чтобы очередной раз выставить себя вот таком вот непонятным дурном свете я просто не пойму для чего нужно было писать клиенту ой не получилось сделать макияж и т.д. и т.п. спровоцировали я сейчас анализирую я понимаю что визажист когда рассказывала мне про кисти она не понимала что я снимаю потому что изначально когда я у нее спросила я буду снимать она сказала хорошо потом она мне уточнила вы будете все снимать прям я сказала не буду все снимать но именно тот момент записался и она видимо думала что в этот момент запись не ведется поэтому она вела себя таким образом а потом быстренько переоблылась друзья в описании под этим видео я оставлю ссылочку на сайт данного салона по словам администратора у них нет книги жалоб есть только сайт куда можно написать и жалобы и предложения и отзывы и все вот это и также дополнительно оставлю ссылочку еще на яндекс и на два гис чтобы также можно было оставить отзывы потому что не было возможности оставить собственно пожелание предложения к салону непосредственно там на месте поэтому если кто вдруг хочет оставить отзыв то можете это сделать по ссылкам в описании и имейте ввиду если вдруг захотите пойти в этот салон то обязательно позаботьтесь о своей безопасности так что друзья всем удачи и всем пока пока заглядывайте ко мне в телеграм-канал там еще больше обсуждений ссылка в описании под этим видео